Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Антон Палыч Чехов Жалобная книга Лежит она, эта книга На станции железной дороги Специально построены для нее конторки Ключ от этой конторки Находится у станционного Жандарма А на самом деле Никакого ключа не нужно Потому что конторка всегда Отперта Раскрывайте книгу и читайте Милостивые господа Проба пера Под этим нарисована рожица С длинным носом и рожками Под ней написано Ты картина, я портрет Ты скотина, а я нет Я рожа твоя Проезжая мимо всей станции И глядя на природу в окно У меня слетела шляпа И у Ермонкина Приношу мою жалобу На кондуктора Кучкина, который плохо обращался С моей жилой Она вовсе не шумела Она против Сдавала, что было все тихо А также инвентарма Клетвина Который взял меня больно за плечо Жительство имею В имени Алексея Ивановича Ища его, который знает хорошо Мое поведение Кантовщик самый лучший Никандоров, социалист Находясь под свежим впечатлением Возбудительного поступка Зачеркнуто Приезжая через эту станцию Я была возмущена Догло моей души Следующим Зачеркнуто Проезжая через эту станцию И говорю Нет, нет На моих глазах Присушит следующее Возбудительное происшествие Рисующими яркими красками Наши железнодорожные порядки Зачеркнуто Ученица Ученица Смолоковской гимназии Александра Задьева Находясь В ожидании поезда Наблюдала физиогноми начальника станции Осталась ей Крайне недовольна Ух ты Неудывающая Дачница Я знаю, кто это писал Это писала МД Господа-господа Тельцовский Шулер Я так и знаю Жандармиха Ездила за реку С буфетчиком Коськой Не унывай, жандарм Желаем всего хорошего Приезжая через станцию Будучи голоден В размышлении чего-нибудь Покушать Я не смог найти пост на пище Диакон Духов Лопачку дают Спрошу того, кто нашел кожаный портсегат Передать его Андрею Егоровичу Флаках меня Выгонять со службы Будто я пьянствую Объявляю, что вы все Воры И мошенники Селегатрии Ксидеменск Благодетели украшайтесь Катенька Я вас люблю Безумно Прошу в жалобной книге Посторонних вещей Не писать За начальника станции Иванов Седьмой Хоть ты и седьмой А дурак Дурак Загадочная натура Загадочная натура Загадочная натура Загадочная натура о я постигаю вас ваша чуткая отзывчива натура найдет выход из лобби не тогда но борьба будет долгой напряженной но не унывайте вы станете победительницей до пишите меня вальдемар жизнь моя так ярко так разнообразно так пестра но я так несчастна я страдальца во вкусе достоевского покажите миру мою душу вальдемар покажите мою бедную душу вы же психолог мы с вами сидим в купе всего час а вы постигли меня все все умоляю говорите говорите записывайте родилась я в бедной чиновничной семье отец милый добрый малый но дух времени и среды он пил брал взятки курил а а мать же ах да что говорить нужда борьба за кусок хлеба мне самой приходилось пробивать себе путь а уродское институтское воспитание а чтение глупых романов а первая робкая любовь вы психолог вы знаете нас женщин вы поймете к несчастью я наделена широкой натурой я просто хотела быть человеком и в этом видела свое счастье не вас целую а страдание человеческое вот так расколика целом о вальдемар мне нужны были слава блеск как для любой чего скрывать недюжиной натуры не хотелось чего-то необыкновенного не женского и вот по встречался на моем пути богатый старик генерал моя жизнь изменилась я стала путешествовать делать добро но как мерзкий как пошло были объять этого старого генерала бывали минуты жуткие минуты но я надеялась что старик не сегодня завтра умрет и я смогу быть свободной счастливой смогу отдаться любимому человеку а у меня есть такой человек вальдемарь он ее экзист видит бог есть ну вот старик умер мне он оставил кое-что жизнь моя изменилась я стала путешествовать делать добро наконец-то моя жизнь свободно я могу быть счастливой опять на моем пути стоит препятствие опять мое счастье далеко понимаете очень далеко боже мой сколько мук сколько мук а что что стало на вашем пути какое препятствие что что богатый старик на мурдер и табаль на тарьяна и тю Антон Павлович Чехов из дневника одной девицы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Делаю вид, что не обращаю внимания. Шестнадцатое октября. Сегодня с самого утра проливной дождь. А он, бедняжка, ходит. Награду сделала ему глазки и послала воздушный поцелуй. Ответила выражительной улыбкой. Кто? Он в меня влюблен. Сестра Варя говорит, что он в нее влюблен. Ради меня бедняжка ходит под дождем. Что ради нее ходит под дождем? Как она не развита? Ну разве может он любить ее? Мама велела нам получше одеваться и почаще сидеть у окон. Может он жулик какой-нибудь? А может и порядочный господин, сказала она. Глупы вы, мамаша. Семнадцатое октября. Сестра Варя говорит, что я заела ее жизнь. Виновата я, что она любит меня, а не ее. Меня. Нет, меня. Меня. Вообще-то меня. 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 Случайно ранила нам тротуар в записочку. О, коварщик, написал у себя на рукаве. ПОС. А потом ходил, ходил. И написал на уродах. Вызови. Не прочь, но только после. Написал милым и быстро стер. Чего мне сердце так бьется? Девятнадцатая октября. Сегодня он остановил городового. И долго говорил ему, что-то показывало на шелкну. Интригу затевает. Подкупает должно быть. Тираны и деспоты вы, мужчины. Но как вы хитрые и прекрасные. Двадцатая октября. Сегодня, после долгого отсутствия, приехал мой брат Сережа. Не успел он лечь в постель, как его потребовали в квартал. Двадцать первое октября. Гадина. Мерзость. Оказывается, все эти двенадцать дней его слежил у него брата Сережу, который растратил чьи-то деньги и скрылся. А потом еще пришел и написал на уродах. Свободен и могу, скотина. Показал ему язык. Роман адвоката. 1877 год, февраля десятого дня. Город Санкт-Петербург, московская часть. Дом купца Животова. Ну, то, что на Лиговке. Я ниже подписавшуюся встретил дочь титулярного советника Марию Алексеевну Барабану. Двадцати четырех лет. Вера исповедания православная. Грамотная. Животель Мари. Встретив мою барабану, я почувствовал к ней влечение. Двадцати четырех лет. Двадцати четырех лет. Ну, как так, как на основании статьи девятьсот девяносто четвертой уложения о наказании незаконное сожительство полагает, помимо церковного отлучения, штраф, то я ей предложил руку и сердце. Я женился. Ну, прожил я с ней недолго. Я ее разлюбил. Я ее разлюбил. Записал на свое имя все ее преданное. Я начал шантаться по Эльдорадам, Левадим, трактирам. И так шантался на протяжении десяти лет. Ну, так как на основании статьи пятьдесят четвертой том и десятого гражданского суда производства, десятилетний отлучка дает право на развод, то я ваше превосходительство умоляю вас. Когда-то что, разводите меня с моей женой. Да здравствует российское судопроизводство. Успелась ночь от засыпающих веков. Юристка! Ваш кофе, папа! В России. Дочь одного европейского министра юстиции, часто помогавшая своему папа в составлении всевозможных законопроектов. Нет, папа, пятьдесят пятая статья никуда не годится. Говорила ему, будучи восемнадцать лет. Так, тихо, тихо. Запрети, папа, этим негодным женихам присвоить к девушкам. Когда они понадобятся, им скажут. Запрети также, кстати, молодым людям жениться ранее тридцати пяти лет. Ранние браки отбирают у нас лучших кавалеров. Двадцати лет. Ну, можно, пожалуй, разрешить жениться и ранее тридцати лет. Сделаешь ему ступку. Так и быть. Двадцати пяти лет. Удивляюсь тебе, папа, куда девался твой административный гений. Ты словно не замечаешь, что вокруг тебя делают. Как можно скорее проектирую штраф в размере тысячи пятьсот франков, с каждого холостяка ежегодно. Надо же, наконец, принять меры. Двадцати восьми лет. Нет, ты, папа, ну просто глупый. Разве можно так вести дело? В своем уложении о наказаниях нет ни одной статьи против этих негодных холостяков. Нужно знать штраф минимум десять тысяч франков. Прибавь к этому месяца два тюремного заключения с лишением особенных прав и обязательств. И скоро ты не увидишь в нашем государстве ни одной засидевшейся девушки. Тридцати лет. Сто тысяч. Наконец, двести. Год тюремного заключения. Тридцать горячих. А если вам не будут повиноваться, то никто, никто не помешает вам потребовать роту, солдат. Ну пиши же скорее, папа. Тридцати пяти лет. Смертная казнь через расстреляние. Ну, папа, неужели ты не видишь, что я не готова выстрелить тебе в глаза? Ну, папа. Нет. Ну, смертная казнь через расстреляние. Папа. Нет, 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 нет. Пожизненное, одиночное, тюремное заключение. Это посильнее будет, папа. Сорок лет. Папа. 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 Миленький, голубчик. Ну, сходи к министру финансов и попроси его выписать сигнации для холостяков, намеревающихся. Ну, папочка, голубчик. Ну, папа, ну, пойди, ну, пошли. Ну, иди, иди. Ну, папа, иди. Папа. Ах, да, не забудь запретить молодым людям жениться на девушках, не достигших 30-летнего возраста. Нет. Папочка. Голубчик. Юбилей. Пошлите в аптеку. Питерлянный капель на 15 копеек. Ну, раз вам говорить. И воды в директорский кабинет. О, пишу уже четвертые сутки. Успаление во всем теле. Жара, зноб. Ой, в глазах этакие междометия. Наш директор кривляка. Сегодня будет читать доклад. Наш бог в настоящем и будущем. Как гамбета, подумаешь. А я тут рабоны как каторжные. Терпеть не могу. Не хочется пыли в глаза пустить. Правда, обещал наградить. Жетон золотой. Интересно, наградных. Если все обойдется благополучно, не удастся тереть очки бухлики. Если труды мои дары пройдут, то про это не защит. У меня характер такой, я могу и преступления совершить. Да. Класс восемь. Кузьма Николаевич, юбилей. Грия Андреевич, мельче спадать. Это средненькая вообще наша банка жила, чтобы... Ну, для сегодняшнего дня знаменательного ради юбилея, полагая, можно и поцеловаться. На! 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 Кузьма Николаевич, батенька. 15 лет! 15 лет не будь, я шикучу. На! Ну, Кузьма Николаевич, ну что там, мой докладчик продвигается? Да, пустяки остались с 35. Великолепно, великолепно, не будь, я шикучу. Так, он у нас... Доклад... Доклад у нас перед членами банка в 4 часа. Значит, что такое? Дорогой, а дайте я знакомлюсь... Ну, да лучше, скорее, дайте я знакомлюсь с первой частью своего доклада. Позвольте. На этот доклад я возлагаю громадную надежду. Это моя профессиональная фуа, лучше сказать, мой впервые. Вперверт не будь, я шипучу. Кузьма Николаевич, устал я, однако, конечно, ладца. Ночью было при падочах подарок, потом суета, беготня, трамовация, ажиотация, волония. Устал. Устал. Кузьма Николаевич, еще одна неприятность. Приходила ваша... Приходила ваша супруга, жаловалась на вас. Говорит о том, что вы за ней пьяны с ножом бегали. Ну, глянь, Галыч, ну на что это похоже? Ой-ой-ой. Блядь, блядь ради кадрова, ну не вмешивайте мою семейную жизнь. Да, ну никто не вмешивается. Кузьма Николаевич, ну правда, я не пойму, человек почтенный, уважаемый. Женщины ненавидят, я вот не пойму, за что, а? Я не понимаю, за что вы их любите. Ну как? Ну дамы же, они возвышают. Ну дамы же, дужки они, понимаете? Вот, сейчас мне служащие преподнесли альбом, как мне сказали, члены банка должны мне сейчас преподнести адрес и серебряный жбан. Это хорошо, не будь, я шипучен. Ну, Кузьма Николаевич, вы же знаете, да сам человек, адрес купил, сочинял я сам, серебряный жбан купил, я тоже сам. Ну переплет за 45, ну без этого, ну никуда. обстановочку, ну, каково обстановочку? Поговорят, я мелочи. Говорят, для меня важно, чтобы служащие были в галстуке, чтобы швейцар толстый, санки были начищены. Но нет, сударь мои, это не мелочи. Дома могу я быть мещанином, ей спать по-свински, пить запою. Прошу, пожалуйста, бездамекала. Хузьма Николаевич, ну никто не намекает. Так вот, я и говорю о том, что дома могу быть я мещанином, ей спать по-свински, а здесь банк, здесь каждая деталь должна импонировать, так сказать, иметь величественное. Заслуга моя именно в том, что я высоко поднял репутацию банка. Великое дело, тон, великое. Не будьте шипучим. Ну, извините, а вот сейчас должна делегация прийти, я членов банка, а вы валенка, шарф, пиджак дикого цвета, не могли одеть сюртопну на крайний случай, а, ну, фрак, ну, что это такое? Мне мы здоровее дороже ваших членов банка. Ну, согласитесь, что это беспорядок, Кузьма Николаевич, ну, вы нарушаете ансамбль. Я сам не люблю беспорядки, терпеть их не могу. Вот, хорошо бы, чтобы на сегодняшний обед вы не стали приглашать дам. И что же, а перед дамами? Ну, дамы же я и говорил, они возвышают. Опустите их полную золость. Так. От них только вредный беспорядок. Кузьма Николаевич, еще раз. Да. Они возвышают. Да. А ваша жена на прошлой неделе какое выпалило? Я потом два дня руками разводил. Припосторонник заявляет. А правда, что мой муж купил акции пряжеско-доряжского банка? А-а-а! Он так беспокоится. А-а-а! И это припосторонник. Не понимаю, зачем вы с ними так отговенчатик? И чтобы они с под уголовщиков подвели. Ну, слишком мрачный, Кузьма Николаевич, для сегодняшнего дня. Сегодня все-таки юбилей. Вот вы мне как раз напоняли, сейчас должна моя супружница приехать. Ну, ей, честно сказать, не рад. Вот, еще бы она недельку была. Ну, что... О! Валя, прям на пламени. Соскучился? Здоров. Я с вокзала прямо сюда. Столько тебе надо рассказать. Ты не представляешь, что было, что было. Ах, бедная Катя. Катенька, у нас юбилей, а ты... Катенька, мне надо срочно тебе рассказать. Юбилей? Юбилей, а ты не одета. Ну, я была бы... Юбилей, я так люблю юбилеи. А помнишь тот прекрасный адрес, который ты сочинял сам себе? Я буду слышать. Катенька, ну, право, ну, об этом не говорят. Ну, что? Я секундочку. Подожди-ка, подожди-ка, я вижу по глазам, что ты мне не рад. Очень рад, очень рад. А ты за эту нигельку пополнела, покрошела. Так вот, помнишь, ты посадил меня к даме полной? На три станции молчала, вообще ни словечками говорила. Ты же не любишь опаривать. Ну, тут стало слюкаться, наши мысли такие мрачные пошли. А напротив брюнет, ничего, такой симпатичный. Ну, разговорились, а потом морячок подсел, студент какой-то. А я, знаешь, сказала, что я не замужем. Как они за мной ухаживали, какие анекдоты рассказывали. Наш грудь завалил от смеха. А когда морячок узнал, что меня зовут Татьяна, знаешь, успел. Онегин, я скрывать не стану. Безумно я люблю Татьяну. Катенька, ну, прям, ехала бы ты домой, нас в юбилей, ну, а ты, нам мешает. Нам. Пусть и Кузьма Николаевич послушает тоже. Спустите, спустите, чего хватаете, мне самого надо. В честь имею, жена губернского секретаря Мерчуткина Анатасия, 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 Анатасия Федоровна. Чего изволь? Можем изходительства. Мужчина, губернский секретарь Мерчуткин был болен пять месяцев. И пока он лежал и лечился, ему бесят на то причину отставку дали. И когда я пошла за его жалованием, они изволю телевидить взяли и вычли из его жалования двадцать четыре рубля тридцать шесть копеек. Я спрашиваю, как же так, нечто? Аня, говорю, он брал из товарищей из казны и за него другие ручались. Нечто? Без моего ведома брать. Батюш, я женщина зла моя. Безвожедная. Я в кого доброго зла не знаю, я не обид терплю. Так, позвольте, я познакомлюсь. Пишет мне на неделе мама, говорит, приезжай, срочно повлияй на Катю. В нее влюбился некий Гринделевский, без всякого будущего, скромный молодой человек. А она, представляете, увлеклась им. Она приезжает, срочно приезжай, повлияй на Катю. Вот срочно. Я с Бессой ничего не понимаю. Мама, Катя, мне доклад надо писать. А вы слушайте, когда с вами дама говорит. Татьяна, подожди, подожди меня в конторе. так, госпожа Мирчу. Насколько я могу понимать, вы попали не по адресу. Прошение абсолютно в другое ведомство. Позвольте обратиться туда, где служил ваш муж. Батюшка, да я в пяти местах была. Никогда же прошение не приняли. А зять мой, Борис Матвеевич, говорит, пойди, мамаша господина шипучную, он человек влиятельный, а все может. Так, госпожа Мирчу. Я еще раз вам повторю, здесь банк, коммерческая организация. Вы попали, но не банки. Батюшка, будьте обзомлены. У меня есть оно. Да не надо, я вам верю. Госпожа Мирчу. У нас юбилейник шли, понимаете, вы к нам с такой же просьбой обращаться как в аптеку или пробирную с разводом, ну, с прошением о разводе. Батюш, прикажите выдать мне 15 рублей, остальное, может, и не все сразу, но потом... Так, госпожа Мирчу. Я вам еще раз повторяю, что здесь банк, коммерческая организация. Батюшка, вы попали не падаю, сложусь. Будьте обзом, не одни. Сейчас деньги надо. Вот пророк. Ищите Кузьми. Так. Я еще раз вам повторю, здесь банк, вы не падаете, Кузьма Николаевич, ну, объясните ей. Андрей, можно войти? Да нет, сиди. Что вам угодно? Батюшка, я женщина слабая, беззащитная. Это я слегка здоровая. А, я же не разглядеть, а машинчики здоровой не осталось. Я вас спрашиваю, что вам угодно. Скажите, выдать мне 15 рублей, а основное можно хоть через месяц. Я же над медицинское свидетельство, у меня имеется. Я уже русским языком повассказываю. Здесь банк, прошу. А деньги? Некогда мне с вами разговаривать, я занят. А деньги? Мне сейчас надо, я по закону прошу свое, мне чужого не надо. По закону. Не головаса, вот что. Что? Я, глупенская секретарша, за мной не очень-то. Фу, мать суда. Жене своей постукать не испугалась. Видали мы таких, видишь, скважина. Ты не удержишься секунду, какие мы растворяем. Что здесь такое? Вы ввели ему дело моего разговаривать, а он постукал там, ведут, моя шумчурсовая. Я же на шум подниму, Кузьма Николаевич. Я же не успею вам мне докладу написать. Чего вам угодно? За 4 рубля 36 копеек. А что вы такой красный, влюбились что ли? Надя, вам 25 рублей. Идите отсюда. Благодарю. Идите отсюда. Идите отсюда. А там Гриндележский с пистолетом. Сейчас не человек. Выстрелил себе прямо в грудь. Батюшка. Стоп. Что еще? Зятя, мы его на место поступили. Кузьма Николаевич, гони ее. Гони ее. Вон она, что она. Что? Что вы себе позволяете? Пошла вон. Батюшка. Батюшка. Скорее, черт. Уберет. Преступление. Хорошо. Депутация. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Скорби и печали нужно А. Уметь довольствоваться настоящим И Б. Радоваться сознанию того, что могло бы быть и хуже А это не сложно Когда у тебя в кармане загораются спички Благодаря небу, что у тебя в кармане не пороховой погреб Если к тебе на дачу приезжает бедный родственник Не бледней, а творжествуй восклицай Хорошо, что не городовые Когда в твой палец попадает заноза Радуйся, хорошо, что не в глаз Радуйся, что ты не ложечка на железке Ни каховская запятая Ни трехина Ни свинья Ни медведь, который уводят цыганя Ни клоп Радуйся, что ты не хромой Ни слепой Ни немой Ни косой Ни хаверный Если у тебя болит один зуб То радуйся, что у тебя болят не все зубы И так далее Последуй, человече, нашему совету И жизнь твоя будет состоять из сплошного лихования Спасибо за субтитры Алексею Дуброва Спасибо за субтитры Алексею Дуброва